Приветище! Это Гидронир и мы продолжаем жизнь нашего Старихана. Жизнь, потому что мы здесь чё только уже не делали. И фермерством занимались, и... Капец, у нас походу дробилка сломалась, надо её починить. И водопровод прокладывали, как сантехник. И руду, как шахтёр, добывали. Мы даже тут рыбу умудрялись половить. Сегодня у нас куча очень важных и интересных целей. Ну, во-первых, надо купить фильтра для труб. Потом в комментариях у меня спрашивали, зачем давление в этой игре? Давление... Где у меня эта штука? А, вот она. Значит, если кто не в курсе, давление отвечает за работу нашего оборудования. Чем выше давление, тем быстрее наше оборудование работает, ну и в то же время изнашивается. Видишь, тут уже другое давление. Собственно, чем длиннее труба, тем в конце будет меньше давление. Тут уже будет 171, видишь? Поэтому длинные трубы вообще невыгодно, только если не ставить вот такие вот вещи, типа нагнетателей, нагнетателей давления. Мы их ставили в позапрошлой серии, показывал, как они работают. Поэтому смотри все ролики и всё поймёшь. Мы сейчас поедем с тобой на рынок покупать необычные семена, типа брокколи и всего такого. Потому что можем теперь себе это позволить. И я думаю, если мы начнём выращивать брокколи, то скоро доберёмся до короля и сладенько его накормим. А он, в свою очередь, нас щедро поощрит. Здравствуйте! Я приехал за семенами. Я до сих пор не могу привыкнуть к вашей прическе. Давай выбирать, что? Деревья могу выращивать. Нет, деревья нам не нужны. Мне нужно то, что можно съесть потом. Это лук. Ну, в первую очередь брокколи. Очень дорого, конечно, это всё дело. 380, офигеть, да? Ну, наверное, как минимум два брокколи нам нужно. Или что-нибудь подешевле взять. О, свекла вообще дорогущая. Ну и лук давай возьмём. Лук давай возьмём. Вот так вот. А, у меня даже денег не хватает, слушай. Капец! Тогда вместо лука надо что-нибудь другое взять. Вот это вот, кукуруза, она подешевле. О, пойдёт. Огородик мой. Соскучился я по нему. Давненько ничего не садил. Вот и будут у нас брокколи тут расти. И рядышком кукурузенька. Теперь, чтобы забыть про вот эту грядку, просто врубаем наш божественный небесный полив. Дождик. Дождик, я призываю тебя. Давай же. О, всё, полилось. Пускай он капает. А я буду заниматься своими делами. Например, мне нужно сварить суп. Суп. Один морковку. И восемь помидорку. Нет проблема. Морковка берётся, тут нарезается. Давай. Вот так. И восьмая помидорка. Сейчас отсюда принесу. Так, восемь помидорка мы. Раз. До вас. Три. Шинкуем. И заправляем всё в нашу купечённую водочку. За это блюдо мне дадут огромную кучу бабла. Так что, сейчас я тут ножками немножко потопчусь, чтобы вкуснее было. Закидываем. Давай, закидывай. Блин, вот с этой трубой немножечко, конечно, придётся вот что сделать. Так. А, вода же есть? Есть вода. Всё. Всё нормально. Вот. Ставим. Варись. Чё там дальше? Ещё нам нужно 20 помидоров. Представляешь? 20. За них мне дадут 214 жетон. Уже заказы пошли очень серьёзные. Скоро мы поднимемся. Супец готов. Выливаем его. Ну, и сейчас будем делать новый. Из 20 помидор. Готово. С ума сойдёшь, пока это всё порежешь. Зашинкуешь и вкинешь в супец. Ну что ж, на скорость давай. Понеслась. Как быстро это всё нашинкую. Блин, не сразу и шинкуются-то. Не, мировой рекорд я точно не побью. Всё, повар из меня, мишленовской звезды не выйдет. Готово. Теперь это всё надо замиксовать. Миксуем. Ага. Давай. Есть. И вот в эту кучку. О, хорошо как. Но не всё собралось. Вот теперь всё. 20 помидор отправляется... Не отправляется. Отправляется в наш чан. Фух. 20 помидорок. Это ж с ума сойти. Чё у нас тут растёт? Вроде как. Нифига не растёт. Нужно день подождать. Пойду посплю. Добренькое утречко. Настало время прибраться на площадке. Вот эту кровать её нафиг надо выкинуть. Но не просто выкинуть. Мы её переработаем. Мы за экологию. Поэтому нам понадобится наш трактор. Вот это надо вообще отсюда убрать. Подальше от наших грядочек. А то, не дай бог, я их снесу. За ненадобностью вот этого тигеля. Мы его тоже переработаем. Ведь у нас теперь есть автотигели. Шлифовочный камень. Тоже можно на переработку. Потому что у нас теперь шлифуется вот здесь вот. Автоматически. Думаю, лопату первого уровня. Это у нас второго уровня. Мы её оставим. Вот, чтобы она тут места не занимала, мы её тоже переработаем. А вот мы и доехали до переработки. Будем сейчас сюда выгружать наше хламьё, которое нам более уже не нужно. Вот так вот. Здесь это всё будет сжигаться. Кстати, про ботинок забыл. Ну, сейчас посмотрим. Сожжётся он или нет. Чё мы за него вообще получим? Ну вот, вроде бы всё выложил. Вот. Тут у меня всё нужно. Да-да-да, я сейчас нажму кнопочку. Фаер! Ботинок не сжёгся. Эх, блин. Короче, всё это сожглось и превратилось вот в такой вот маленький металлолом. Мы можем его уже сразу сейчас продать. Либо выплавить из него слиток. Чтобы продать подороже. Просто металлолом стоит у нас сколько? 47. Маловато. Я лучше сделаю из него слиток. Теперь мне нужно где-то раздобыть бабла. О, у нас уже помидорки выросли. Серьёзно? Ничего себе, помидорки выросли. Кукуруза подросла, а вот брокколи что-то как-то... Но оно в принципе невысокое, поэтому... Ладно. Пойдём, короче. Металлоломчик. Мы его сейчас в тигель кинем. Интересно, он... Так, выплавим вначале железо. Теперь кидаем металлолом. Это же тоже железо получилось? Слиток металлолома. Нет! Слиток металлолома отличается от слитка железного, поэтому мешать это всё дело нежелательно. Можно использовать в крафте или продать ювелиру. Короче, я предлагаю... Оно даже по цвету, кстати, отличается. Предлагаю сделать из этого меч. Где у меня наковальня? Сейчас разогреем эти слитки и сделаем огроменный меч. Единственное, для этого нам понадобится распилить один слиток. Потому что для меча их нужно три. Вот сюда шлёпаем их. Я даже не знаю, каким весом оно получится. И вообще зря я, наверное, железо использую, потому что железо-то нужно было для... Эх, я дубина. Я же железо собирал для того, чтобы в гноме и шахте новый бур сделать. Ну, чё поделать? Зато я с мечом дерзкий. Меч-то у нас, конечно, тяжеленный. 810 килограмм железного слитка и 47 килограмм металлолома. Ты представляешь, какой это вес? И за это всё я получаю 12 767 монет. А я, кстати, для открыл себя уникальную особенность выгрузки с этого магазина, где скелет дракона. Короче, подъезжаешь здесь. Тут, видимо, специально придумал разработчик такой заезд, чтобы выгружаться, загружаться очень было удобно. Именно для этого. А я всё таскал вот отсюда, вот сюда. Неудобно было. Короче, заехал я сюда за фильтрами. Вот такие водяные фильтры. Они ломаются тоже так же, как и буры и дробилки. Поэтому нужны будут гаечные ключи. Мне в комментариях писали, да блин, купи ты уже эти фильтра, и не будут у тебя ломаться буры и дробилки. Но зато будут ломаться фильтра. И их тоже нужно будет чинить. Это как бы не одно, так другое. А ещё нужно учесть, что один фильтр увеличивает качество воды на 20%. Значит, 2 увеличивает на 40% и 5 на 100%. 100% это максимальное значение. Больше никак не получится. Так что вот это вот мы всё покупаем. А, деньги. Деньги, точно. Деньги вот сюда. Доехал до рыболовного магазина. Мне же нужно как-то избавиться от этого башмака. Конечно, по-хорошему дедуля надо было бы его на себя натянуть, поскольку носки как бы... Мы их совсем не бережём. Даже такой ботинок было бы лучше, чем босиком. О, за 3 монеты сейчас его впарим. Давайте. Отлично. Ещё и повышенный спрос был на ботинок. Утречка. А это значит, что пора вкалывать. Берём фильтра и накручиваем их сюда. Ещё нужно будет лупу взять, чтобы понять, как быстро фильтра будут ломаться. Всё, у нас тут 100% очистка воды. И наша бурильня не должна ломаться. Правда, она уже поломана, её нужно починить. Мы быстренько это чиним. Вот. А другой ящик с инструментами мы отправим вот сюда, чтобы чинить дробилку. Вот. Берём лупу и пошли смотреть. Вот этот фильтр. 97% уже. 97, 98, 99. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Короче, вот этот вот, скорее всего, будет последний выходить из строя, потому что к этому фильтру будет подходить максимально чистая вода практически. Потому что вот эти 4 фильтра будут его защищать. А когда они выйдут все из строя, то и вот этот навернётся. как бы, вот, уже 96, да? 95. В общем, замучаешься чинить фильтра, вот если честно. Я приехал в гномскую шахту. Соскучился по ней. Будем сейчас покупать новый бур. Чем больше буров, тем лучше. Так, я вот тут смогу спрыгнуть? Я смогу спрыгнуть, но не туда, куда хочу. Прямиком в лаву я попаду. А ещё мне дико нравится тут кататься на квадрике. Итак, в комментариях мне писали, что вот эти вот значения, типа 1000 железа и 150 клотиума, это либо-либо. То есть, либо 1000 железа, либо 150 клотиума. А кто-то писал, что нет, нужно и 1000 железа, и 150 клотиума. То есть, как бы, мнения разошлись, и я даже не знаю, чего придерживаться. Но знаю, что сегодня я покупаю бур Т первого уровня, для которого нужно всего лишь 300 железа. А ещё мне дико интересно, что за скоростной насос искованного железа. Неужели он как-то отличается от тех, что стоят у меня? В любом случае, мы это всё дело покупаем и тащим теперь туда, наверх. задним ходом выезжаем отсюда. Ух, тормози, 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 тормози! Ещё чуть-чуть и суициднились бы. У меня тут уже столько всего понакуплено, а я ещё ничего не сделал. Выходит, что в общей сложности мне нужно 360 железа сюда приторабанить. А я отсюда уезжаю. Но, чтобы не мучиться, я сделаю вот как. Сбросить ближайший автомобиль. И всё, я на поверхности. Ха-ха, хитрюга я, да? Может быть, сегодня уже выросла кукуруза и брокколи. А тут у нас, ты глянь, ты глянь, две бруколишки. Две брокколишки, бошки. Ништяк. А что, сколько стоит вообще это удовольствие? Ну-ка. Наверное, очень прилично. Блин, каких-то 26 монет за килограмм. Серьёзно? Чё так мало-то? А где вторая башка? Чё так не густо-то? Мне семена вообще-то нужны. 1,44. Ну, получается, за эти две башки я получу два семечка. Мне сейчас выгоднее их в семена переработать и посадить ещё раз. Поскольку это дорого покупать-то. Ну чё, садим ещё разок. Сюда и сюда. Давай глянем, как себя чувствует фильтра. 53%, 63%, 74%. А этот... Этот 95%. Ага, потихонечку ломается. Опа! Киклотиум валяется. Случайно как-то вывалился. Надо тигель купить. Блин, был в магазине и забыл про это всё дело. Давай выплавим слиток железа, посмотрим, сколько у нас тут уже накопилось. И чё-то бегать мне сюда лень уже стала к этим весам. 187. Нам 300 нужно. Маловато будет. Ещё, значит, надо. Надо ещё и весы докупить сюда. Ого! Ещё один Клотиум вывалился. Да что ж такое-то? Ладно, сейчас они будут падать ровненько в тигель. Я надеюсь на это. Вот так-то. Сейчас проверим. Так. Давай, Клотиум. Ты должен упасть ровно туда, куда тебе предназначено. Смотрим. Вон он едет, 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 едет. Отлично! И сюда всё остальное. Теперь весы. Весы у нас будут стоять здесь. А, так-то. Давай мы вылим Клотиум и посмотрим, сколько у нас его по весам. 12 килограмм Клотиума. Ого, как дурак это, да? 12 килограмм за 2500. Вот что значит драгоценная руда. Ну что, здоровая наковальня? Ждала меня? Я приехал. Я приехал. Значит, вот это мы выкидываем. Вот это вот за 300 вставляем. Вот. Теперь нужно железный слиток выкинуть. Где подсказка? Куда его? А, вот сюда. В огромную вот эту штуку. О, выплавилось. И что, потом рубильник просто нажать? Ну давай. Это будет первая моя ковка. Ну что, приступим. А здесь я сюда... А-а-а-а! Ой. Блин, я хотел туда присильню, ну, чтобы меня спрессовало вот сюда встать, посмотреть, что со мной будет, но не успел. Значит, вот он! Виола. Бур из кованого железа. Уровень первый работает быстрее при лучшем водяном давлении. Ну, как бы такой же, как у нас есть. Точно такой же. Единственное, я не знаю, как мы его отсюда вытащим. Как мы его отсюда вытащим? Он же не залезет вот сюда, вот как бы, ну-ну. Сейчас я деньги отсюда уберу. Во! Я сделал это! Ну что, let's go! По нашей технологии. Опаньки! Ну все, гоним домой. Только меня куда-то бросило прям конкретно не туда, очень далеко. И в то же время близко к моему дому. С горочки! Холыбыщ! О, там вода! Там вода! Аккуратно! Ну, в принципе, успешно. Как я обожаю квадроцикл! По цопкам, по горам, пожалуйста, вообще никаких проблем. Вот у нас теперь и два бура. Остается только все это дело как-то подключить. Пойду проверю сперва фильтр. А вот и фильтр первый полетел. Сколько у него? Да, это нам не важно. У нас, значит, и тут бур начинает ломаться. Нет, бур не ломается. Очень хорошо. Мы просто сейчас тогда быстренько починим фильтр. Раз такие дела. вот. Здесь нам нужно чинить. Ну, да, скоро придется. Теперь вопрос по трубам. О, слушай, а может быть, я вот так вот его поставлю? Все, что мне необходимо, это просто взять и вот эту трубу сейчас перевернуть и от нее сделать ответвление. Вот в эту сторону. Здесь нам придется немножечко покопать. Теперь надо проверить, влезет ли туда труба. О, влазит. Ништяк. Все, удачно. Теперь остается сюда вот так вот сделать и к лотю новую трубу давай воткнем. О, опробка, опробка, опробка. Вот. Разворачиваем ее. Вот и готово. Все подключено. Остается только... А, подожди. Вот сюда еще нужно что-нибудь поставить. Какую-нибудь трубу и конвейер. Черт, у нас еще один фильтр полетел. Чиним. Ух ты, ты посмотри. Кукуруза. У нас выросла кукуруза. Дед и его великий урожай. Ёлки-палки. Срубаем. Три початка. Кукуруза. 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 Мне его не хватает. Кукуруза. Кукуруза. Здесь в два раза больше. Кукуруза. 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 Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все выясним. Поворачивайся к нам сюда. До 168. А чего это он не хочет работать? Вода подключена. Прикинь. У нас тут неполадочки какие-то. Кукуруза. Давай по-новому. А что случилось-то? Что тебе не нравится? Может быть там кирочкой подкопать? Что-то земля мешает или что? А тут больше не копается киркой. Вот это вот. Давай сейчас уберем еще получше. Эй. 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 Вернись. Вернись. Я обещаю тебе все исправить. Куда ты уехал? Не надо. Не дробите его. Мой кованый пупсичек. Ты что с ума сошел? Как же это? Детечка тебя это-то. О. Заработал. Все дело было в земле. Все. Ух. Ух. Я уж испужался. Испужался. Не надо так меня доводить. Что по клотиуму? Будет у нас там 50. Нет? 21. 21. Далековато нам до 50 еще. Очень далеко. А по железу? Ну-ка. 314. Гномская кузья. Я притащил тебе железо. Вот мы сейчас и узнаем, что это за скоростной насос. И лучше ли он клотиумовского. Вот так вот. Если он будет хуже клотиумовского, то это печаль. Я притащил сюда слиток 300 килограммов примерно. Можно было еще один бур выковать. В общем, ладно. Встаю сюда. Нажимаю. О. Меня прижало. Но со мной ничего не стало. А насос вон какой. Скоростной насос из скованного железа увеличивает давление во впускной трубе на 20%. О. Вон оно что знает. Ну ладно. Не зря. Не зря я его сковал. Значит. Погоди. А слиток весь... Ёлки-палки. Ёлки надо слиток было попилить. 300 килограммовый слиток просто влился сейчас весь в этот насос. Мда. Вот я волух. Ну давай смотреть, что это за насос такой. Куда он цепляется вообще? Куда его поставить то можно? Так. Давай-ка проверим. Если я повыше этот насос поставлю, тут вот какие-то крепежи есть. Может быть это к нему? К этим креп... Ну точно. Ёлки-палки. Палки-йлки. Значит... Ммм. Погоди. Сколько у нас сейчас давления? Сколько у нас давления? Ща посмотрим. 248. Мы этот насос прикрепим и на 20% должно все увеличиваться. Правильно же? Ляп. 268. Подскочило как. Ничего себе. Короче, эти скоростные насосики делать можно. И... Получается их... Сколько туда влазит? Четыре штуки? На основной насос. Раз, два, три, четыре. Да, четыре крепления есть. Собственно... На 80% мы можем увеличить скорость клотиумовских насосов. Да и вообще обычных насосов. Ммм... Все, что я хотел, достиг. В следующей серии мы будем строить буры прямо в гномской шахте. Посмотрим, что мы сможем добыть в самом глубоком месте. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Если тебе понравилось, то ставь лайк. Если хочешь увидеть продолжение, то обязательно подписывайся, если ты еще этого не сделал. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok